Просто меня отсвечивает моя кофта. Давай я пересядуешь? Нет, не в этом дело. Просто мой экран видит белую кофту, которая отсвечивает солнце. Сделай максимально ярко. Так это максималка. Приветик, друзья мои, приветик. Блин, я тут сижу сейчас на солнышке и очень плохо вижу экран. Светулечка, привет моя хорошая. Ты знаешь, где я, если что. Здравствуйте, здравствуйте. Всем вам привет. Огромная из города Киева. В Киеве замечательная погода. Мы сейчас с друзьями вышли опять на набережную к озеру. Пьем вино, кушаем вкусную рыбку. Наблюдаем за тем, что жизнь прекрасна. Мы просто погавкались в магазинах. Не пускают больше одного человека. Вот так страдают потом финансовые возможности руководства этих магазинов. Нашли магазин, который могут пустить хотя бы два человека. Но все-таки сделали свое дело. Купили все вкусняшки-мямняшки. И мы с вами. Егорка, привет. Ликочка, привет моя хорошая. Привет, привет. Мы сидим сейчас над плакучей Ивой. Под. Над. Под плакучей Ивой. И на нас капает вода, чтобы вы не думали, что там кто-то плюется на меня. Катюня, привет. Катюня, ты тоже знаешь, где я. Ну, если что. Привет, привет, друзья мои. Сегодня выставила очень такой щепетильный тост. Ну, тост, господи боже. Пост. С фотографией красивой, да. Нашлась куча людей, которые написали гадости. Я их сразу блокирую. У меня, кстати, каждый день я блокирую минимум по 100 человек. А то меня постоянно потом спрашивают. Рим, а почему у вас так мало подписчиков? Я говорю, потому что я за подписчиками не гонюсь. Я за качество, а не количество. Пусть у меня будет 2 человека нормальных, нежели 50 человек долбоебов. Ликочка, зайочка, я же тебе рассказала, что случилось. Мась. О, солнышко ушло, сейчас буду вас видеть. Вот. И тост, и пост. Да. Ну, короче, нашлась куча людей, которые опохабили, кучу гадостей написали. Я их заблокировала. Многие там думают, ты любишь, когда тебе жопу лижут. Ну, если вы видите, что это жопу лижут, когда тебе пишут хорошие вещи, то я вам сочувствую. Пусть у вас будет куча людей, которые вам могут написать хорошие слова. Вот. Фото, огонь и пост тоже. Да. Спасибо. Друзья мои, значит, и показываю, где я. Мы на набережной. Мы в городе Киеве. Замечательная погода на берегу озера. Так? Неважно. Короче, мы на озере. Катюня, тоже хочешь такую фотку с жопкой, да? Ну, я думаю, нам нужно просто поехать в одно место теплое, и мы сделаем друг другу такие фотографии. Очень красиво. Друзья, вы знаете, все красиво, когда у вас на душе хорошо. Ух ты, там что, плывут брасом? Смотри. Переплывают озеро? Это типа шарик вместе с ними, чтобы их видно было, что они плывут? Или это вещи они типа с собой везут? Так вот, если у вас на душе хорошо, если вы умеете ценить все, что вас окружает, вам будет все казаться красивым, и во всем можно найти свою красоту. Понимаете, да, о чем я? А рыбку половить-то можно? Да, здесь все ловят рыбку, только мы заняли место рыбаков, но их пока здесь нет. Ты в порно не пробовала сниматься? Ты шикарная женщина, очень сексуальная. Друзья мои, не пробовала и не хочу пока что, наверное. Мне есть с кем порно заниматься. Я люблю все от души делать, а в порно надо по команде. Слушай, пойдем кушать. Костик, привет! Друг мой прекрасный из Москвы. Первый мужчина, который подарил мне духи, которые невозможно было достать нигде. Кость, помнишь? Покажи, кто плывет. А вы их не увидите, они очень далеко не приплывают. Озеро это большое. Видно только шарики, которые к ним прицеплены. Плохие комменты пишут обиженные жизнью диванные леди. Пускай идут лесом. Тогда я же говорю, пошли они нахуй от души. Счастливая женщина, счастливый человек никогда не напишет гадости другому человеку. Правильно? Пиздец, вопрос про порно. Чем дальше, тем хуже вопросы. За это, господи, ну сколько людей, столько и мнений. Хай себе пишут. С одной стороны, это комплимент. Я знаю, что я очень сексуальная женщина. И мне много раз поступало предложение попробовать себя в порноиндустрии. Но, как бы я не любила секс, но, не знаю, на камеру максимум со своим любимым человеком можно погнать. Но по команде, как работа, это не про меня. Я даже стриптизерша, когда меня пытались уговорить работать стриптизерша, я не смогла работать, потому что... Я не могу, блядь, работать за деньги и показывать свое тело и сексуальность. Мне должно быть это все от души идти. Мне почему-то выдавление не приходит про эфир. Возможно, глюки какие-то. Шикарное, позитивчик обожаю, спасибо. Ты где? Прораб в розовой футболке? В розовой футболке? Нет, уже не в розовой. Прорабы. Ну, каких сегодня футболка? Да. Римочка, ты с каждым днем все хорошее и хорошее. Друзья мои, спасибо большое. Это весна, это солнце, это любовь к жизни, любовь к тому, что нас окружает, осознание того, что мы прекрасны все, и в каждом из нас есть прекрасное. Понимаете? Любовь к себе, любовь к себе. Чем больше вы себя любите, больше вас людей будет любить. То есть самовлюбленность и любовь к себе — это разные вещи. Сейчас зажмакаю. Шашлычки будете жарить или просто сидите? Не-не, сейчас мы просто кушаем рыбку, пьем венцо. Шашлычки, я думаю, у нас будут в ближайшее время. Мы ждем, пока откроется наша любимая шашлычка в лесу. Вот, и у нас, если все будет хорошо, на следующий выходной хотим собрать компанию и пожарить шашлычки. Какое вино выпиваете? Полусладненькое, красненькое. Я люблю в последнее время пить вино, знаете, какое? На разлив. У нас тут есть парочка магазинчиков, где вино насыщенное, вкусное и густое. Ну, то есть, не говно. Покажи рыбку. Так, во-первых, рыбка тунец, мягенький. Вот, и я очень люблю треску. Подержи, пожалуйста. И полосатик свеженький, друзья мои. Так как трески не было, взяли вот эти рыбки. Они такие вкусные возле водички. Видите. Белисимо. Перфекто. Чикиряв. Как я хочу с тобой вино с бокала бахнуть. Ликочка, зайка моя. Кто его знает? Может, жизнь так перевернется, что увидимся с вами все вместе. Равшану, привет. Так, а там не работает раса в том кафе? Терраса? Не, не, не. Рас возьмешь с собой? Кого это там? Я тоже такую рыбку пока с пивком. Не, я люблю с вином. Я пив вообще не пью. Ну, недавно выпила, но не пошло оно мне. Шо? Это ж неправда. Раз в год выпила пиво, потому что захотелось. Думала беременная. Ханя перестал выходить. У Хани сейчас Рамадан. Им нельзя. Он даже со мной не общается, потому что ему нельзя на меня смотреть. Где сестричка? Дома. Вино со сладким не нравится? Не, я люблю солененькое. А я очень хочу сушеную икру. Сушеная икру. Не, это слишком соленое. Скорее бы открыли международный транспорт. Я уже хочу к вам шашлычки покушать. Светик. Я думаю, в ближайшее время должны все открыть. Когда у нас межгород будет открывать? После 20-го. После 20-го. Светулик. Скажут. Ты готовишь дома? Дома нет. А блокар есть? Светулик, кстати, есть блокар. Бла-блокар. Зая, ты помнишь? Так что, если ты хочешь, можно решиться и что-то устроить. Мы с Наташкой, кстати, в понедельник, во вторник должны с ней встретиться, бахнуть. Если меня отпустят. Ну, меня отпустят. Меня отпустят? Нет. Ура! Любимая, Красный Хутор открылся. Кстати, Красный Хутор работает. Я в шоке. Ну, это мне так ромко сказал сосед. Но я думаю, чисто для твоих. Так, позовите меня на шашлычки с вами пожарить и кушать. Викулетик. Что это за Викулечка? Я не узнаю. Друзья, вы меня против солнца, я не очень все хорошо вижу. Так что, извиняйте. Задой нам женой. Что? Ну, до 2 пошел. Ну, хай себе иду, господи, ради бога, друзья. Мне когда до пизды. Ты очень яркая, красивая. Я вижу тебя как актриса. Не думала сниматься в кино? Друзья мои, вы знаете, есть артисты, а есть актрисы. Я больше артист. Я импровизатор. Актриса это человек, который должен заучивать тексты. И по команде работать. Не могу я так. Я не могу выучивать тексты. Не могу. Ну, спасибо. Блокар тоже не работает. Как это не работает? Все работает, друзья мои. Римка в рабстве на стройке. Ну, типа того, да. У нас вторая волна пошла. Опять, сука, все на карантине. Только начали все открывать. И один хуй из Таджикистана снова эту хуйту нам привез, чтобы его черти драли. Зайка, ну он же тоже не виноват. Он же не знал, что где он может его подцепить. Кременчук. Давайте что-то решим. И соберемся, чтобы заранее придумать, что я тогда искала транспорт. Зайка, смотри. Ну, я думаю, тебе сейчас уже вырываться нет смысла. Короче, если что, мы на следующей неделе, возможно, поедем в Одессу. Ну, я с тобой лично, я тебе лично напишу. Хорошо? Я смотрю, там тебя штырит. Штырит, да, мама, девочку? Кстати, Турцию открывают с июня. С июня Турцию открывают. О! Мои ребятки посмотрели, вон, с Кременчука есть куча блокаров. Сколько там стоит? 280 гривен, смотря какая машина. Да, короче, 200-300 гривен блокар до Кеева. Светулик. До Кеева. Это твой жених рядом. Такой жених, друзья. Света на машине мужа попросить доставить. Что за Викуля? Это мы ее знаем или не знаем? Такое ощущение, что она нас знает. Жирная вонючка. Спасибо большое. Жирненькая, вкусненькая, пухленькая. И всегда пахну хорошими духами. Если у вас проблемы с вашим вонючим носом, я вам сочувствую. Если вам каждый день срут в рот, что у вас все кажется вонючим, я вам сочувствую. Верона Баарди. Блокируем нахуй. Вы как на море. Да, мы почти как на море. Бла-блакар работы, вчера брат с Одессы приехал. Вот. Во-во. Я по тебе соскучилась. Светулечка, я знаю, я знаю, что ты соскучилась. Я знаю, что ты соскучилась, и я уверена, что если бы сейчас была более другая обстановка, то по-любому мы сейчас уже вырвались бы. Ну, просто ты знаешь, в какой сейчас я ситуации нахожусь. Не хочу при всех говорить. Мне сейчас с этим сложно, понимаешь? Юля, Турция. Не, ну везде разная информация. Привет, Казахстан. Я знаю, что есть блокар. Просто нужно договориться. Римочка так рада видеть. Привет, девчонки. Привет, Рима, привет. Ты блогер? Дегустатор алкоголя. Мы, когда с сестрой запустим наш ютуб-канал, нашу программку, мы обязательно будем на классных правах дегустировать еду, алкоголь, избухиваться, да? Тебе надо алкоголичка? Несмотря на милое личко. Трукатурка хорошая. А, да? Сейчас красивая, а потом без трукатурки никакие, что? Что? Да? Какая ты классная, спасибо. Блокируйте их. Да, блокируй, да. Делай какие-нибудь уколы в лоб. У тебя орешек во. Нет, я никогда себе не делала уколы красоты. Максимум себе губки подкачивала геалуроночкой, но это последний раз был год назад. Сейчас это мои губы и всё. Класс, у вас соночка, у нас хмарно. У нас тоже вчера было холодно, и, кстати, сегодня передавали плохую погоду, но в итоге у нас хорошая погода. Друзья, покажу вам ещё нашу природу. Никогда не замечала, что у тебя красивая родинка возле губ. Я её рисую, друзья мои, я её рисую. Мы когда на Доме-2 были, друзья мои, я помню, мы с Надюхой Ермаковой, Надька себе рисовала родинку справа, а я себе слева рисовала. Я не знаю почему, как-то раз там у меня что-то там запачкалось, и оно осталось. И все думали, что это родинка. И она мне очень идёт, и я её себе подрисовываю. У меня здесь своя как бы есть, но её незаметно, а вот эта мне больше нравится. Хочу на природу. Пиздаватые, сука, дети, нахуй. Какого хуя гонять, какого хуя гонять, блядь, птиц? Ну вот, не знаю, неужели родитель не видит, что ребёнок издевается над животным, блядь? Сука, блядь, пиздаватые дети, нахуй. Градусов сколько? 16 градусов, но на солнышке прям очень хорошо. У меня даже ручка подзагорела. Вот я сейчас сижу, у меня даже лобик начинает чесаться. Смотри, что там на лбу у меня? Красное? Шашлыки жарите? Нет, сегодня нет. Сегодня у нас вечером встреча с друзьями, и мы будем... Буду в духовке запекать картошку с курочкой. Я, кстати, разделала мясо в холодильник. Я могу его запечь. Курица, она не может запечься так, как надо полностью. Я не знаю, эту духовку. Ладно, разберёмся. Рыбу ловят, да. Ну, красотка, привет, Ростов. Ты на озере, в парке, дружба народов? Не-не, друзья мои, нет. Викулет, я не могу понять, мы знакомы или нет. Я так и не пойму, я так и не увидел ответ. У меня Викулечка есть, Викифар. Это ж не ты. Ты с Ритой? Нет, я с пацанами. Рита дома жрак готовит. Вы с другом живёте? Что вам это так интересно? Какая разница, с кем я живу, друзья мои? У нас 27 градусов. Вечером выйдешь в прямой эфир? Посмотрим. Кривбас, вам тоже огромный привет. Так получилось, что мы сейчас на стройке и строим дом, не я буду курить. Помогите мне, пожалуйста, достать. Я же, блядь, одна рука я сейчас. А можно натурой? Где огонь? Что, очки не надела? Ушуришься. Друзья мои, я щурюсь, потому что я смотрю в экран, а он меня отсвечивает. Очки дома остались. Можно купить рукав для запекания и в любой духовке будет вкусно. Ну, в рукаве оно не запечётся так, как надо. Понимаете? В духовке хочется, чтобы хрустящая корочка была. Какая нахуй банка, блядь? Там непонятно, как она работает, эта духовка. Мне надо её испробовать. Какая пивная банка? Какая пивная банка? Пока лично ещё нет, но общаемся давно. Ага, понял. Какое вино пьёте? Полусладенькое, красное, ягодное. Сигареты со вкусом... Какой здесь, кстати, вкус? Вот это мои синие, винстоны, капсула, чёрная упаковочка. Блядь, кроме них вообще не могу курить никакие. Никакие не могу курить. Мне всё, блядь, противно. Вот именно подсела на них и всё. Нашла свои сигареты спустя 25 лет. Дам мне мою пачку, пожалуйста. Друзья мои, вот эти. Это не реклама, как бы, плохо, курение плохо, курение убывает, бачит. Но вот эти вот чёрненькие, тоненькие, они маленькие, небольшие, и мне их с головой хватает. Римасе, что за краска? Красишь волосы хорошо, закрашивает седину. Друзья мои, я крашу самую обычную краску. Экмиколор или полет? Если нет, Экмиколор. Черника, скорее всего. Да, да, я думаю, тоже так. Со смородиной, да. Что скажешь про Тарасова? Ничего не скажу. Что мне про него говорить? Я его не знаю и не хочется говорить о нём. Арбузные подселы, я арбузные подселы. А арбузные уже есть? Винстоны арбузные есть? У нас дети палками собак гоняли, мамаши в телефоне сидели, поубивала бы её нахуй. Замечание сделало так, ёбло свои, скривили и без толку. Ой, друзья мои, это вообще у меня больная тема. Пиздоватых родителей, блядь, сука, ебашить надо, блядь. Детей их тоже, блядь, посраки. И, Мася, прикинь, если я сейчас напишу, что ты скоро выходишь замуж и беременна, СМИ отпишутся. Мася, не каркай, пожалуйста. Ты. Что ты лупаешь? Я такие курю, лдая черника. Не, ну, я говорю, свои нашла. Я не курильщик заядлый, я не могу затягиваться сильно. Я люблю, чтобы сигареты были непротивные и вкусненькие. Вот как раз нашла, они маленькие, тоненькие, с вкусным привкусом, и их недолго курить. Не посоветуйте повару с дипломом, как готовить. А, не советуйте. Друзья мои, я разучилась готовить. Вы себе не представляете. Я в прошлом прямом эфире сказала, что мне пришлось готовить, и я пересолила картошку, блядь, пирожей. Аль денте еще сделала, блядь. Аль денте, не дожарила. Короче, я просто перестала готовить в последнее время, вообще ничего не готовлю, не хочу. А в последнее время мне пришлось готовить, и не все сразу получалось. Вы дом купили? Да. 20-этажный. Малером забацалась там. Я по твоей наводке вчера всю ночь чоколадье пила. Друзья мои, вы знаете, мне столько пришло отзывов в директе. Девочки в фотке прислали. Картошечка жареная, чоколадье, сачок, чайок. И все говорят, спасибо большое. Очень классный напиток. Слушайте, Шустав, алло, гроши давайте. Слушай, это что за такое плывет? Нет, это не утка, все равно облезла и вся. Странная утка. Зубы ваши? Нет, у Аллы Пугачевой взяла поносить. Кент хуже, чем Винстон со смородиной. Да, Кент не очень, но это на втором месте. Если нет Винстона, наберу Кент. Ну, тоже не то. Арбуз Филипп Моррис или Ротманс. Ага, поняла. У Рима свои зубы, видно же. Ну, конечно, видно, друзья мои. Кривые зубы, но что вы не видите? Кривые зубы, смотришь, свои. Идем к нам, моя девочка. Я тебя кальяном обдую. Ржать до утра будешь. Я недавно покурила хорошего кальянчика. Я так ржала, блядь, возле унитаза целую ночь, блядь. Не пошел мне кальянчик. С зелененьким, смешным зельем. Я вообще не понимаю, как я раньше могла курить обычные сигареты. Теперь только с капсулой, иначе никак. Арбуз Ротманс, я поняла. Покажи, с кем сидишь, нельзя. Ты всегда с юмором, Римусь, красавица, Римуся, папуська. У этого напитка есть какой-то вкус. У меня есть шоколадный коньяк, разливной. Зай, смотри, у этого напитка шоколад с вишней. Он сладенький, его можно не запивать, и 30 градусов. От него не пьянеешь, но в то же время ты чувствуешь себя на расслабончике. Классный напиток. У нас обычный кальянчик, не блюда. Маш, ну хватит для дразниться. Ты что, не поняла, о чем я тебе говорила, что я курнула? Моего котика зовут Винстон. Красивый свитшот? Да. Я очень люблю яркие вещи. Желтенькие, да? Ярко-ярко-желтенькие. Тебе нравится? Рима, шикарно. Спасибо. Задолвали, с кем сидишь, отстаньте. Как приятно, когда люди понимают меня. Как мне приятно, когда вы меня понимаете. Надо мной плакучая Ива, блядь. На меня уже столько воды спалилось, блин. Че она плачет? Кстати, че плачет Ива? Че с нее вода льется? А, сук идет? Меня увидел и плачет. Что, такого мужика потерял? От страха. От страха? Ну так я тебе говорю про веселый кальян. Зая, давай-то мы личность с тобой обсудим. Звук, как на море, радует уши. У меня нашли диабет. Одна мысль, что больше не выпить убивает. Ой-ой-ой, я вам сочувствую. И желаю, я не знаю, выздоровления ей, чтобы наладилась ситуация. Может там не от Ивы вода, а от Ивы. Плачет, потому что ей не налили. Блядь, моя Алика, она пиздец. Блядь, юмористка пиздец. Короче, надо мной, друзья, смотрите. Вот видите, вот плакучая Ива. Огромная. И вот она на меня капает. Вина хочет Ива. Так, или заняло, или сообщения больше нет. Ну хорошо, хоть успеваю всем отвечать. И холодно. А у тебя тату на ноге, или мне показал? Да, у меня есть тату на ноге, на левой стороне иероглифы, да. У меня просто огонь. Спасибо, мои хорошие, спасибо. Красоточка. А интересно, почему у Ивы не добавляют сок, как у березы? Почему? Что, березы вставляют? Нет, подожди, я люблю просто березовый сок. А что значит вставляют? Да? А тут просто вода течет, да? Ива режет уже, ревет уже в голос, налейте ей. Всегда жду твои эфиры. Я так рада, что вам нравятся мои эфиры, друзья мои. В очередной раз хочу поставить вас в известность, то, что как только у Риты закончится ремонт на нашем бункере, у нас будет съемочная площадка, на которой мы запустим наше шоу. Название над ним мы еще думаем. Это будет юмористическая какая-то такая, знаете, сцена. Это все будет происходить в прямом эфире, но это будет еще транслироваться на Ютубе. Донаты будут, все дела. То есть мы будем исполнять желания людей, которые захотят что-либо от нас получить. То есть, ну вы знаете, да, что такое донаты? То есть будем совмещать приятное с полезным. Вы нам будете на подарки отправлять гроши. Будем платить за интернет, короче, этим всем делом. И будем вас радовать, заряжать энергией, позитивом. Будем готовить в прямом эфире. Будут какие-то гости у нас. Будем смеяться, будем кого-то подключать в прямые эфиры. То есть сделаем что-то в таком вот формате. И в очередной раз запускаю энергию в космос. Если какой-то канал увидит наши проблески, предложит нам сотрудничество, с удовольствием будем сотрудничать. Новосибирск, привет. Ты бомба граната. Просто мало искренних людей. Ты умничка, оставайся с нами. Спасибо большое. Ремоль и реснички не будешь делать уже? Было классно. Друзья мои, мои реснички отдыхают пока что. Я когда буду ехать на море, сделаю реснички. А сейчас пока у меня свои. Нижние длиннее, чем верхние, поэтому отдыхают. Да? Верхние нормальные или короткие пока? Сейчас кто-то получит люлей. Классная идея шоу. Да, друзья мои, я пока не могу сформулировать точно, как это все будет. Я это все вижу в голове, как оно будет происходить. Я думаю, это все будет спонтанно. Это будут какие-то идеи, будут воплощаться, как говорится, все на импровизации. И будем смотреть, как это все сделать красивенько, чтобы радовать людей, нас и на этом. Говорят, совмещают приятное с полезным. Ждусь и терпение. Спасибо. Скажи что-то на украинском. Добрый день. Я вас витаю. Бажаю доброго дня. И бажаю, что у вас все было доброе. Я володею украинской мовы, але недосконало. Поэтому разговариваю на российском, чтобы было удобно и россиянам, и украинцам. Покажи сабутильника. Сабутильники у вас, блядь, на лавочке сидят. М? Прорабам нельзя получать люлей. Гаримуля, ты можешь устроить фан-встречу? Друзья мои, какие фан-встречи? Я как только что-то запускаю, все в кусты. Я вон тур собирала, как, блядь. Все кричали, поедем, поедем, поедем. Дошло до дела, блядь. Одни пиздоболки попались. Твоя последняя фотка в Инстаграме что-то невероятное. Я втыкала минут 15 на мою жопку. Или на Афродиту на всей фотографии. Покажите мужчину. Покажите мне, пожалуйста, тоже что-то интересное. Скорее бы уже у вас был свой канал. Только не бросай прямые эфиры. Нет, так именно прямые эфиры будут идти. Мы постараемся это разработать так, чтобы это было и в Инстаграме шло, и на Ютубе, и на Фейсбуке. Там есть какие-то программы, где это будет все-все-все-все транслироваться. Ну, короче, мы над этим работаем. Да, специально обученные люди над этим вопросом работают и разберутся. Шоу с Алисой в этом будет. Все будет, друзья мои, ну не спешите. Как приятно за тобой наблюдать. Очень хороший пример счастливой и самодостаточной девушки. Спасибо большое. Эх, скорее бы открыли уже границы и можно было полететь на море. Да я сама очень сильно хочу. Блядь, у нас чешется, пиздец. Походу вечером будет, блядь, буханина. Жесткая, да? Ну, самогонка вчера не вставила вообще, да? Что-то она какая-то вообще никакая была. А, закуска хорошая. И не только на жопку. Там есть еще на что посмотреть. Обожаю тебя, клево. Римма, тебе на твич надо. Что за твич? Что за твич? Ага. Ну, я хочу, знаете, так, чтобы совмещать приятное с полезным. Я очень много энергии даю людям через экран. От души. И мне многие говорят, Римма, ты на этом даже можешь зарабатывать. То есть, это не то, что потребительский момент, да? Совмещение приятного с полезным. То есть, ты даешь людям что-то хорошее, и при этом ты зарабатываешь себе там, грубо говоря, на какие-то свои там радости. Про фонстречу Гуля Бакаева там в комментариях спросила. Гуля-буля! Пердуля! Пошла запекать курочку. Приятного дня! Здравствуйте, здравствуйте! Приятного аппетита! Боже, мне страшно, что мои дети будут, блядь, как эти солдатики ходить. Я, наверное, буду очень злая мамка, да? Я буду очень злая мамка. Твич, там стримеры проводят прямые эфиры, там офигенные донаты. Там все богатые мужики. Посмотри на досу. О, очень интересно! Выйдешь за меня замуж. У вас есть миллиард долларов? Вот потом подумаем. Таня Африкантова так делает. Ей нравится в эфире, и она выставляет на донат. Ага. Так, слушай, надо, блядь, зарабатывать деньги. Я уже, блядь, три года веду, блядь, прямые эфиры. Надо будет над этим вопросом хорошо поработать. Рима, тебе сейчас трубочку через экран пропихну, отопью малец венца. Ёпи-попи. Зай, ты что там, бахкаешь, да? Лика, мать! Римуля, пошли вечером в Красный Хутор. Давненько мы там не были, соскучились. Ирина, Ирина. Ириночка, я не вижу по аватарочке, кто это. Я не могу, Красный Хутор. У меня сегодня встреча с друзьями. Я буду сегодня запекать картошечку в духовочке. Котлеты сделала, мимозу сделала. Опять начала готовить. Думала, больше никогда не буду готовить. Никогда не говорю никогда. Он тоже, блядь, нехуй пиздеть. Сегодня твой друг в белой футболке? Твой друг, когда был? Откуда вы знаете? Вы что, рядом с нами сидите? Подходите, познакомимся. У нас же Рамадан, нельзя бахать. Зай, так а что ты там? В хорошем настроении. От чего? От кальянчика? Спасибо за твою открытость и доброту. Люблю еще со времен Дома-2. Спасибо. Вы болеете после вина утром? Не всегда, друзья мои. От вина, кстати, ни разу не было. Я больше от спиртных напитков, ну, 40 градусов. Ты была права, мужики-весы, нудный ужас. Ты, конечно, была права, я знаю. А ну, заткнись! Гули-гули, иди сюда. Ладно, я пошутила, Масюня. Сразу заткнулась. От кальянчика. А, все, поняла. Обожаю вас, Римма. Вы для меня пример человека с большой буквы. Спасибо большое. Я очень рада, что для кого-то являюсь человеком, на которого приятно смотреть, который вас вдохновляет, заряжает на позитиве и делится хорошей энергией. Раз готовить начала, значит, есть для кого. Спасибо. Ты не злая, у меня дочь 12 лет, но я заметила, что с возрастом меня жутко раздражают чужие дети. Так что это нормально. А еще бывают такие долбанутые детишки, которые хочется треснуть об стенку. Боже, вы меня еще больше успокоили. Не, я знаю, что я нормальная, просто есть дети, которые реально пиздоватые, блядь, не перевариваю. А есть дети замечательные, которых я просто обожаю. У меня есть несколько подружек, у которых замечательные дети, замечательные детки, которые просто, ну, умиляют меня. Как относишься к домашнему вину? У меня от него вечно головняк. Друзья мои, ну мне кажется, что это тоже домашнее, которое на разливне? Не? Типа порошковое, да, говно? Не, домашнее тоже люблю. От него, кстати, два стакана выпиваешь и добрый вечер. Где вы находитесь? Друзья мои, мы находимся сейчас на берегу хорошего озера в городе Киеве. А вы на чём сидите? Попу не простудите на земле? Не, мы сидим на деревянных скамеечках. Всё хорошо. Спасибо за беспокойство. Как тебе идут серьги кольцами? Да, друзья мои, я знаю, это моя любимая тема, я только колечки и ношу. Вкусный у меня был вчера чоколатье. А, Анечка, привет! Вот одна из девочек, которая вчера прислала мне скрин, картошечка, чоколатье. Я очень рада, что помогаю вам своими советами алкоголичными. Есть и правда дети придурочные. Римка, я тебя балдею, твоего характера. В России я не видела чоколатье. Нет, Шустов. Фирма Шустов, друзья мои. Она есть в России? Это ж украинская, не? Друзья мои, если что, есть экспорт. Посмотрите. Чоколатье, именно торговая марка фирмы Шустов. Это кто-то упал или мне показалось? Ящик чоколатье мне в студию. Тайка. Я думаю, нам с тобой будет чоколатье маловато. Рима, в этом озере разрешено купаться? Не знаю. Купались, да? Ну, люди плавали, да. Да, у нас даже если написано не закупаться, все равно купаются. Люди такие. Чоколатье в России красное-белое есть. Друзья мои, вот вам совет. Какая ты красивая, привет, Баку. Саламчик, саламчик, мои хорошие. У вас сколько градусов на улице? 16. В России, в Кировограде продается он. Да, должен быть. Иногда сидишь, пьешь это домашнее вино и нифига, а потом встаешь и встать не можешь. Крубила. Да, да, вот туда. Вино домашнее, это, конечно, опасная вещь. Ну, вкусная. Настоящая. Что такое? Они тебе хоть доплачивают за рекламу? Да никто не платит. Я от души советую. Ты без Риты сегодня? Да, без Риты. Я чоколатье пью давно в России в магазине красное-белое. Продается 400 рублей. Друзья мои, вот вам говорят, друзья мои, мои подписчики с России. Римуля, привет, зашла в Инсту и ты и тут. Я не указываю. Ну, я не такой человек. Мне до пизды. Короче, надо водку жрать, всегда доступно. Ликуля. Вот надо именно здесь. Вот надо именно здесь лазить. Я тебя обожаю, только не матерись. Ну, конечно. Римуля, креветки любишь кушать? Конечно. Я почти каждый день их кушаю. Ритулька у нас дома. Займается своим чоловиком. Это правда, что Рустам утвердили на ведущего дома два лета только слухи. Друзья мои, первый раз слышу. Глупо, что закрыта страница. Хочу в Киев. А, граница. Хочу в Киев. Ну, ждите, пока откроется. И милости просим. Так приятно, что нас называешь друзьями. Ну, пока вы друзья. А кто ж вы? Не враги. Размер груди. Какая вам разница, какой у меня размер груди? А у вас какой размер, блядь, яйца левого? Ох уж эти дети. Привет, Алматы. Привет. Э, что такое? Нас затянуло, блядь. Молодцы. Я хочу что-нибудь. У тебя не голодный? Какая у тебя очаровательная улыбка. Зубы не покрасили, зай? С Ханей всегда на связи. Да, но у него сейчас Рамадан и... Что? Блядь, что я в Киеве не живу? Дети к тебе липнут. Ты со шляпой ходи, карабаса-барабаса, перестанут липнуть. Лейка. Моя подружка, блядь, вообще чувство юмора сумасшедшее. Мы как-то раз, я отдыхала в Хилтоне, ну это в Египте прошлый раз, позапрошлый раз. Ну у меня была компания, от которой я хотел сюда сбежать. И мы с ней, короче, как созвонились в прямом эфире, ну, по видеосвязи, мы с ней, блядь, 6 часов, блядь, разговаривали по видеосвязи. 6 часов. Я с ней бухала на баре, курила, ходила. Муж утром встает, ей надо детей везти в школу. Короче, она со мной в бухере. 6 часов вот так, вшух, пролетел. Знаешь, это называется «свои люди». Куда? Что за хуйня на тебе лазит? Так, Рима. Каким кремом користуешься? Классно шкира и нема морщинок бля очей. Да все у меня есть, друзья, мы вон куча морщинок. Просто это фильтр. А вообще это жир. Жирочек мой любимый, пинжиевский. Жирочек, который не дает возможности морщинам делаться, блядь, куророй. Поэтому есть плюс, блядь, в жировых отложениях. Римочка, передай привет Надюше Даниловой, из города Орел. У нее сегодня день рождения. Надюша Данилова, перездаю... Господи. Поздравляю вас с днем рождения. Желаю счастья в личной жизни, крепкого здоровья, благополучия и исполнения самых заветных мечтаний. И самое главное, огромного женского счастья. Только счастливый человек дарит добро и притягивает его к себе. Чекеряп нау. Налей, налей. Ты бухнула? Конечно, что же делать? Покрасили зубы, да? Что, реально покрасили зубы? Что, красные зубы? Да что ты бухнула? Это от кофты отдаёт. Какие жёлтые? Жёлтые? Туда. Вот мужики умеют дать комплименты, сука, блин, а? Иди отсюда! Рима, что выпиваешь вино? Да, вино зубки тоже отличные. Ты вообще супер. Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте. Приезжаю в Чечню, по горам покатаем. Нет, спасибо. Я не по Чечне и не по горам. Я люблю море и не кататься, а валяться. Размер яйца. Рима, с кем отдыхаешь? С пацанами. Любишь вкусно поесть и выпить? Прямо как я. Но на данный момент задолбал карантин. Рима, с кем отдыхаешь? С любимым? У меня нет любимых. Друзья мои, любимая только я сама в себя. У меня друзья рядом. Так, за Надюшку надо хряпнуть. Да, друзья мои, давайте поднимем бокал. У кого сегодня день рождения, мои самые-самые на лучшие пожелания. Будьте все здоровы, любимы, счастливы, востребованы. И чтобы рядом с вами всегда были хорошие люди. И чтобы вы сами были хорошими людьми. День рождения всех, кто сегодня у нас именинники. Так, вышло опять на пять минут. Опять сижу, блядь, почти час, да? Кот мой тебе передает привет. Кот мой тебе привет передать просил. У них там со связью говно. Но привет, сука, успел передать. Ликочка Равшанчику тоже огромный привет. Я надеюсь, у вас там все нормально. Ремулька отдохнем, супер-куревой рог готов. Не-не-не, друзья мои, в эти города... Я, возможно, в ближайшее время попаду в Одессу. Черкассы. Куда? Львов. Вот, три города, куда, возможно, я попаду в ближайшее время. У тебя на солнце родинки на теле появляются? Да, появляется очень много. Так вкусно пьешь, тоже хочу, но вроде рановато еще. Рим, ты красивая женщина, так держать. Девушка, девушка, если можно девушка. Я всегда девушка. Ну, спасибо, все равно. Березовенка вообще прикольная девочка. Выходите с ней. Друзья мои, кстати, мы с Надюхой, с Натахой, скорее всего, в понедельник встретимся вместе. Хотим где-то найти возможность покушать шашлычка и попить винца. Или коньячка. Поэтому, если что, выйдем в прямой эфир. Кто там любит за нами наблюдать. В понедельник будем с вами. Да, мне Равшана Костя, мелкий мой, привет, передает. Он жена и Филипп. Нахуй, фотку твою себе сухаренную писял. Мася, я что-то не поняла. Ты что-то такое там настрочила по поводу братика своего. Ты мне лично напиши про мальчика твоего. Хорошего дня и шикарного вечера. Так, друзья мои, вы меня извините. Мне нужно уделить внимание людям, с которыми я нахожусь. Что нет? Нормально? Уже нет? Ну ладно. Не хотят, блядь, значит будем с вами тусоваться. Пиздец, блядь. Кривой Рог не пожалеешь. Самый большой город в Украине. Разве? Самый загрязненный, насколько я знаю. Хотя, блядь, сейчас у нас везде срач. Ты работаешь, на что живешь? Я нищебродка, бомжиха. Сижу возле подъезда, возле перехода и прошу милостыню. На это и живу. На стройке живу, да. Маляром работаю. А где закуски? Где моя рыбка? О, свежий тунец. Типа, сколько весите? Все мое. Все мое, друзья мои, все мое. Вдруг выебывается. Наглые прорабы. Маляры сейчас хорошо получают. Зарплата пришла, вон пьем. А она что, нырнула, смотри? Утка нырнула под воду? Или что это плыло? Утка. А где она делась? Или там я проглючила? Это такая черненькая, да? Она под водой может оставаться? Друзья мои, смотрите. Вот здесь сейчас нырнула утка. Опа. И там вынырнула. Да? Это она? Короче, нырнула вот здесь. Вынырнула там. Какая-то странная утка. О, опять нырнула. Слушай, это не утка, это что-то новенькое. Это какой-то мутант. Смотри, опять ее нет. Макс. Смотрите, друзья, видели? А я спрашиваю, пацаны, это утка? Это утка. Нет, это не утка. Смотри, она не может так долго быть под водой. Где она? Смотри, где... О, смотри, аж там вынырнула. Короче, странная утка какая-то, блядь. Какой-то этот мутант. Ты видел? Утка-водолаз. Укрорыб. Уткорыб. Уткорыб. Кривый рух, это тебе не Киев. Здесь очень красиво. Друзья мои, я считаю, что каждый город если он любим вами. Каждый имеет свои плюсы и свои минусы. О, сонечко. Утканый рог. Уже куча кличек у утки. Это может быть змея. Не-не, это утка была. Арина, у тебя влюбленные глаза. Они пьяны, друзья мои. Я, блядь, не просыхаю уже какой день. Пацаны меня, блядь, спаивают. Почему не ловите рыбу? Я хочу, чтобы рыба жила. Покажи джамшуда. А пинцдуда вам не показать? Вы бываете в России? Только в Москве, друзья мои. Ну, в последнее время я не бываю, потому что все закрыто. Ты считаешь себя полной девушкой? Ты придерживаешься диеты? О, господи, боже, блядь. Почитайте, пожалуйста, мой последний пост. И там все ответы на мои вопросы. На ваши вопросы. Какая любимая песня? Миллион любимых песен. Под настроение все. Друзья мои, вы мне извините, я выйду, потому что мне нужно еще уделить внимание другим людям. Все. Если что, вечерочком выйду в прямой эфир с нашего застолья. Все. Всем спасибо за хорошие сообщения. За нормальных людей. Все. На связи.